Спонсор видео кэшбэк сервис getcashback.ru Экономьте на своих онлайн покупках, регистрируйтесь на портале прямо сейчас Внимание, с 1 по 11 ноября ставка кэшбэка на Алиэкспресс увеличена до 7% Первая ссылка в описании Всем привет, постоянно меня мои подписчики спрашивают о том, стоит или не стоит покупать microSD карточки в Китае И сегодня я попытаюсь своим роликом ответить на данный вопрос Все-таки, сами понимаете, китайцы, они поделывают абсолютно все, начиная от куриных яиц и заканчивая даже автомобилями Относительно недавно на Алиэкспрессе на главной странице висел гигантский баннер, вещающий о том, что продаются адаты всего лишь за 11 долларов за штуку И я купил себе две microSD карточки адаты по 32 гигабайта каждая Я думаю, не стоит объяснять, почему я взял именно 10 класс, потому что у них высшая скорость записи и тому подобное Данные microSD карточки я собираюсь использовать для видеозаписи на свою экшн-камеру Xiaomi Дело в том, что данная камера довольно капризная в этом отношении и кушает только microSD карточки 10 класса, начиная от 4 гигов и выше Итак, что нам понадобится для того, чтобы проверить, насколько наши microSD карточки соответствуют заявленному объему Естественно, сами microSD карточки Какой-нибудь переходничок, желательно не самый дешманский, потому что переходнички тоже бывают разные И именно из-за качества переходника могут тесты не совпадать, поэтому смотрите, чтобы переходник у вас был тоже нормальный и адекватный Для того, чтобы оценить, насколько выгодно вообще покупать в Китае, откроем страницу с товаром У продавца, которого я покупал, вот у меня написано, цена 11.24 за штуку Точно такую же microSD карточку я нашел в городе, в магазине Alser Здесь она стоит 4090 тенге То же самое, 32 гигабайта, 10 класс И с такими же точно обозначениями Здесь единичка и i стоит У меня точно такая же единичка и i стоит на microSD карточке моей То есть ничем они не отличаются По современному курсу 11.24 это 3456 тенге То есть экономия у нас составила 634 тенге за штуку Но тут стоит учитывать, что по такой цене 4090 тенге найти практически microSD карточки невозможно Потому что это цена в онлайн-магазине Естественно в онлайн-магазине будет цена на 20-30% дороже То есть по цене профит в 600 с лишним тенге Он в принципе не такой уж и большой 600 тенге это примерно сейчас 2-2,5 доллара Поэтому стоит или не стоит месяц ждать с Китая Это вопрос сугубо лично к вам относящийся Если вы хотите месяц ждать и сэкономить себе 600 тенге То можете вполне себе это сделать Если не хотите месяц ждать, можете просто сходить в магазин и не морочить голову Поэтому относительно покупок microSD карточек в Китае Я не считаю, что это сильно большая выгода для вас Тем более современным курсам Где доллар по 300, это вообще капец просто, не знаю Где доллар по 150, скажите мне, пожалуйста Итак, давайте, наверное, начнем уже тестировать наши microSD карточки Обманул нас китайцы или нет Для этого нам понадобится переходничок для microSD карт Непосредственно сам ноутбук или персональный компьютер И microSD карточка Все это дело у меня к компьютеру подключено И при первом подключении сразу у меня показывает размер из съемного диска F 29,4 гигабайта Для начала я отформатирую полностью microSD карту А затем запущу программку H2 Test V Ссылка на нее есть в описании Она совершенно бесплатная, можете скачать Никакого профита мне от этого нету Здесь выбираем английский язык или немецкий, кто-кто в школе учил И выбираем то, что мы будем тестировать Вот съемный диск Окей И программа нам сразу пишет, что доступного места 30 гигабайт, 146 мегабайт И нажимаем Write плюс Verifu Окей И пошло дело После того, как тест закончится, программка нам покажет не только реальный объем Но еще и скорость записи и чтения с microSD карты Почему я использую именно данную программу? Потому что в случае спора Алиэкспресс будет принимать только ее И вообще любой интернет-магазин, не только Алиэкспресс Но там Gearbest, Banggood То в качестве доказательства принимает скриншоты только данной программы Сейчас вы на своих экранах видите скриншот Я проделывал тот же самый тест на своей microSD карточке Адата 8 гигабайт 10 класса, купленной мной в магазине Alseer Как видите, и объем соответствует заявленному 7,526 мегабайт Скорость записи при этом составляет 10,8 мегабайт в секунду А скорость считывания 13,4 мегабайт в секунду Что полностью соответствует стандарту 10 класса для microSD карт Вот я закончил тест Как видим, результаты полностью соответствуют 10 классу То есть 14,1 мегабайт в секунду на запись И 13,4 мегабайта в секунду на чтение Да, полностью microSD карта соответствует своим заявленным характеристикам Итак, какой из всего вышесказанного можно сделать итог Покупать microSD карточки в Китае не самое выгодное занятие Но все равно выгода кое-какая есть Если вы, например, покупаете больших объемов microSD карты Например, 64 или 128 гигабайт По очень бросовой цене То, скорее всего, это будет подделка Как отличить подделку от оригинала, опять же, я вам рассказал Также не исключены такие случаи, что китайцы могут подделать вам microSD карту Вы можете открыть спор Вам вернут какие-то деньги, возможно, даже в полном объеме При этом вы можете те поддельные microSD карты отформатировать Переразметить и использовать в своих целях Например, те же поддельные 64 гигабайта Можно использовать как 8-гиговые microSD карты Поэтому продавца на Алиэкспрессе, у которого я покупал данные microSD карты А даты я вполне могу вам рекомендовать Вполне адекватный продавец Ну а на этом, я думаю, стоит уже с вами и попрощаться Не забывайте подписываться на канал Ставить оценки этому видео Вступать в группу ВКонтакте И пользоваться кэшбэк-сервисом getcashback.ru Всем спасибо за внимание Всем пока Насколько вы знаете, в Китае просто бешеная конкуренция за внутренний рынок Каждый день там появляется новый бренд и умирает другой Каждый старается сделать лучшее, дешевле и качественнее, чем у других Сделать товар интересным для покупателя в таких условиях неимоверно трудно Но еще труднее сделать целый бренд успешным А выйти же на международный рынок